МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открывайтесь, пацаны! Сколько там осталось? Штук тридцать. Разберемся! Не на много же попали? Тысяча всяких вроде. Да, 150 тысяч – немаленькая сумма. Вообще тысяча бакинских. Ладно, прорвемся. Кстати, Осет, твой друг Даниэр не хочет нам помочь? Да и бесполезно просить. Он всегда свободен на футболе и на кампы. Все, что ли? Давайте реванш. Мы вам больше не будем поддаваться. Тебе 8-2 мало было, что ли? Адвар, завтра у вас сколько начало? Шесть вечера. Кстати, список все видели? Я по красоте. Мы с Шухой по магазинам. А я по транспорту. Вряд ли время будет. Шеф работы закидал. Они не могут с вами приехать? Э-э-э, пацаны, нас уже взялись. Давайте. Взяли на сону? Да, правильно. И о чем вы? Играть будем, нет? Давайте, пацаны, погнали. Завтра дел много. Доброе утро, Катя. Пришлите мне, пожалуйста, список с номерами телефонов и адресами тех, кто согласен. Сообщите, сколько времени на это потребуется. Привет, Ануар. Где-то часа через полтора я тебе дам окончательный список. Пацаны, салам. Надеюсь, все проснулись? А у нас осталось ровно 10 часов. Скоро будет список с адресами. Саша, Женя, вы опять проспали? Из-за вас я на работу опаздываю. Мам, мам, сейчас пять минут осталось. Никаких пяти минут. Время половина девятого. Каждый день одно и то же. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Здравствуйте, Катя. У нас осталось ровно 10 часов. Скоро будет список с адресами. По объявлению в фейсбук откликнулись немного. Найти разводку для 30 женщин и в разных частях города непростая задача. Да и шеф сегодня злой. Глаз не сводит. Здравствуйте. Вы у меня оставили свой номер в фейсбук. Я звоню вам по поводу перевозки. Перевозка? А, это значит областей? Верно. У нас тут такое дело. Нам сначала нужно отвезти волонтеров к женщинам. А женщин забрать. Но перед тем, как отвезти к конечной точке, нужно половину отвезти в салон красоты, а других в магазин одежды. Погодите. Так это не разовая поездка, что ли? Нет, нет, нет. Нам транспорт понадобится на несколько часов. А нет, тогда я не смогу вам помочь. Я-то думал в одну точку поездка. Или по пути забрать. А тут полная развозка. Ну, понимаете, это же все-таки бензин. Самый расходный материал. Я думал, просто я заберу, и мы там уже определимся, кого куда идти. А вы почему нарушили договор по разгрузке труб? Э, о чем вы? Какие еще трубы? Алло. А софики звонили? Волнуются что-то. Я тоже волнуюсь. Успеваешь ли ты сделать отчет? Считайте, что у вас на столе. Ну-ну, смотри. Всего доброго. До свидания. Найти развозку для 30 женщин и в разных частях города непростая задача. Ребята, у меня тоже не айс. В салон удалось записать только 22 женщины. Осталось 8. Других вариантов совсем нет. Айнура, здравствуйте. Вас, Екатерина, беспокоит. Как ваши дела? Да, потихоньку. Как сами. Знаете, у нас для вас небольшая новость. Сегодня в театре оперы и балета будут показывать балет Лебединое озеро. Ура! Балет! Балет! Да не вертись ты. И ребята, наши партнеры хотели бы вас пригласить. Балет? Как здорово. А вы знаете, я никогда не была. Отпусти кота! Ой, извините, это я не вам. А на какое число? Это будет сегодня вечером. Ну, вы же слышите. Сейчас не до балета. Насчет деток можете не беспокоиться. Мы отправим к вам волонтеров. Они с ними не вертись, говорю. Ура! Собираться, готовиться. Да я же за городом живу. Даже доехать не успею. Насчет этого тоже можете не переживать. Отвезут, привезут. Да вы что, серьезно? А где он причешет? Ну, давайте я подумаю и сейчас перезвоню вам. Все, хорошо. Тогда я жду вашего ответа. Не души-ка так. Ой! А мне душа пнула. Ты из него уже девять жизней выдавила. А ты не вертись. Чтобы ваши контейнеры вернулись пустыми. Дети, а вашу маму сегодня на балет пригласили. Вы не против, если с вами посидит другая тетя? Я не против, если можно не делать домашнее задание. Ага, сейчас. Вернусь, проверю. Торгуется еще. Ну, как выглядит ваша мама? Ты похож на балерину. Те? Ну все, лебеди, полетели на учебу. Русам, список готов? В какой салон вести женщин? К сожалению, всех записать не смогли. Тем более, в сжатые сроки. Мы не можем оставить их без внимания. Этот вечер они должны запомнить красивыми и беззаботными. Понимаю. У вас такая вот мелодия, да стоит. Хотя, подожди, есть у меня одна идейка? Салам, Рус. Жек, салам. Как ты? Как дела в барбершопе? Да, все путем. Что у тебя там? Слушай, помощь твоя нужна. Точнее, совет. Да, примерно с трех часов дня до 12 ночи. Нет, не один адрес. И желательно обратно развести по дому. Что скажете? Давайте я подумаю и перезвоню. Ладно. Генея, здравствуйте. Вас беспокоит Екатерина. У нас сегодня будет проходить спектакль «Лебединое озеро». И мы хотим вас пригласить. Не переживайте, теперь будут волонтеры. Это все продумано. Вас привезут, отвезут туда и обратно. Так, восемь женщин, говоришь. Ну, прямо сейчас тебе кого-то посоветовать не могу. Хотя, знаешь, давай у своих барберов спрошу. Будет новым опытом для них. Если согласятся, я с тобой созвонюсь. Шухрат, Тима, что с одеждой? Мы уже на месте. Асет, как с транспортом? Алло, Даник, как дела? Уаска, салам. Что делаешь? Сильно занят? Да, как обычно работаю. У тебя что? Тут такое дело. Помощь твоя нужна. Братан, что хочешь, проси. Ты же на машине? Да, как раз езжу по делам. Отлично. Слушай, надо ребят кое-куда отвезти и привезти несколько женщин в готов. Погоди, кого куда отвезти? В общем, это обычный благотворительный вечер. Ас, ты серьезно сейчас? Когда ты меня в таксисты записал? Нам машины не хватает. Сделай добру, че ты? Давно ты волонтером стал. Какой я волонтер? Так в свободное время помогаю. Иди, что ты весь день делал? Иди, переделывай. А че пацаны? Рус, Ануар, Тима, Шухрат. Не помогают? Они все в деле. Ануар – организатор. Ага, ничего себе. Не знал, что вы такие. Тимуровцы или как вас там? Ануаровцы. Ну че, Даник, времени мало. Точно в отказ? Не, брат, сори. Не моя тема. Ты же знаешь, что социопат, да и дело не в проворот. Пешеходы достались, ходят везде. Пешеходы? Да, по наехали в город из разных мест. Ладно, социопат, будь осторожен на дороге. Давай. Завтра про футбол не забудь. Да, да, вы все правильно поняли. Ой, милочка, какой балет? У меня шестеро по лавкам. Да, я понимаю, но мы все предусмотрели. Не смешите меня, мои спиногрызы, ваших волонтеров слушать не будут. Вы не переживайте, у нас классные ребята. Сюда нужна рота волонтеров. Даже целый полк. Театры всякие, балеты. Это, конечно, весело, но у меня здесь свой балет. Да, где это вы так? Ну, это займет время. Секундочку. Катя, здравствуйте еще раз. Да, я прочла ваше сообщение. Наверное, я не смогу. Обувь на ремонте, и кажется, я заберу ее только завтра. А это как? Платье, прическа и обувь с вас? Здесь одежда, платья коктейльные, вечерние. Здесь тоже можно кое-что поискать, более большие размеры. А здесь у нас туфли от 36 до 41. В вашем распоряжении выбирайте. джешуха как? Нормально? Ну, платье ты уже себе нашел. Может быть, туфельки примеришь? На зиму? вот как. Мне кажется, тебя полнит. Парни, время на исходе. Надеюсь, у всех получилось. наряды готовы. Несылаю. Ага, и еще по 10 комплектов добавьте, чтобы выбор был. Да мы же по размерам подобрали под каждую женщину. Молодой, неженатый, в будущем узнаешь. Я решил вопрос, договорился с баргвершопом, везите сюда женщин. Можно даже с бородой. Что? Парни, я на полном серьезе говорю. Вот дает, Рус. Рус, отлично. Еще Катя говорила, что волонтеров не хватает. Шухрат, Дима, понять, машами? О, не, 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 шухрата хватает. Что с перевозкой? Только один водитель автобуса согласился. Все они вместятся. Остальных нам придется развести самим. Вот для этого я должен сдать отчеты по работе. А это еще сложнее. наконец-то. Пошли, мы сейчас в кино поздно. Сажаре, я сегодня не смогу. Ты шутишь? Билеты куплены. Я сегодня в качестве волонтера присматриваюсь за детьми. Какие дети? Какое волонтерство? Мы что, вы договаривались? Бывают экстремальные обстоятельства. Ну, просто пойми. Какие такие экстремальные обстоятельства? Пошли, они и без тебя там разберутся. Сажаре, это мое добровольное решение. Все равно не понимаю. А что тебе это сдалось? В твоем детстве ваша мама часто выходила развеяться? Ну, допустим, сходить в кино или в театр. Точно не припомню, но кажется, она была занята нами, особенно младшим братиком, потому что он был тот еще непоседа. А теперь подумай, сколько сейчас женщин не могут вырваться на один вечер. И как это будет круто для каждой из них. Ассет, успеваешь по работе? Сможешь выехать? Зато это что-то не успел, но шеф оказался понятливым человеком. Он вошел в наше положение, отпустил меня пораньше, еще и похвалил. Но все-таки мы не успем всех вовремя развести. Хотя бы половину балета посмотрят. Нам бы еще одну легковую. Алло, Атка? Да, Даник. Слушай, я тут подумал, ну, точнее, Ануар меня подтолкнул к этой мысли. рассказами о вашем совместном, так сказать, хобби. В общем, в моем плотном графике нашлось немного времени. И я бы... Уверен? Пешеходы не мешают? Короче, я в деле. Да, Аник, я знал, что твое доброе большое сердце обязательно откликнется. Ой, давай вот эти телечи нежности оставь при себе. Давай, жду адрес. Здравствуйте. Вера, это вы? Да. Я за вами. И давно ты волонтеришь? В этом фонде уже два года. А че? С этим че? А что с этим не так? Дети тебя не пугаются? Дети меня любят. На этот случай у меня есть волшебный инструмент. Ну-ну. Зачем вообще это тебе нужно? Могу задать встречный вопрос. Ну, меняют. А вот, кстати, она вышла. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сказали, девушка приедет, волонтер. Все верно. Здрасте. О, господи. Я Верон, и я буду присматривать за вашими детьми. Здравствуйте. Проходите домой. Пойдем. Не переживайте. Она лучшая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Точно, Эйнура, я тебя полностью поддерживаю. Давайте собираться, а? Не, ну а чё? Мы женщины свободные, а теперь уже и красивые. Это ещё не всё, дамы. Нас ждёт ресторан. Очень хорошо, что у вас получилось прийти. Будем рады вас видеть. Будем помогать вам всеми силами. Ну чё, дамы, по каретам? Кто со мной? А кто хочет на нормальной машине? У-у-у! Пойдёмте. Ануар Есеркепов, предприниматель из города Алматы. В 2013 году вместе с друзьями они организовали благотворительный вечер балета для матери-одиночек. На показ постановки «Лебединое озеро» были приглашены 30 женщин. За несколько часов Ануар и его друзья подготовили всё для праздника. Идея состояла в том, чтобы показать мамам, какими они могут быть. Отвлечь от рутины и зарядить позитивом. Это не единственное благотворительное мероприятие, организованное Ануаром. Волонтёрской деятельностью он занимается с 2010 года. С тех пор было реализовано несколько социальных проектов, в том числе благотворительная акция «От мамы к маме». Организовано волонтёрское движение «Чарити Энджелс Алматы». Нет, ну вы видели, как горели глаза у мамы? Да, они расцвели. Ну не знаю, мы вообще домашку по математике делали. И кто вообще эти задачи придумывает? Надеюсь, дети веры получили хорошие оценки. Потому что со знаниями Симы порос в точке А в точку Б так и не добрался. Мне вот одно интересно. Осет, как ты уговорил Данияра? Ведь кого-кого, его я не ожидал увидеть. Да нет, это не я. Все вопросы к Ануару. Пацаны, я вами горжусь. Спасибо, что помогли. Без вас всего этого не состоялось бы. Пятен со своими трогательными речами. Давай, завязывай. Ну что, волонтёры, размяли свои добрые сердца? Готовы к поражению? Чего? Побежали, раскатаем их. Погнали, погнали. Ануар, когда в следующий раз организовываете вечер? А то от осета не дождешься приглашения. А я же вас ждем делать добро. Да твой фиг иди к своей команде. Чего ты будешь? Пс-с-с. Пятнадцать, один, два, два. Перед съемочной группой стояла непростая задача. Сделать не только качественный фильм, который совмещал бы в себе хороший, продуманный сценарий и красивый видеоряд, но и чтобы сам дух фильма и характер главных героев соответствовал бы сути проекта «За что я люблю Казахстан и казахстанцев». Световой день очень короткий, но мы все успеваем и следуем четко графику. Сегодня мы снимаем самую сложную сцену, потому что киноновелла с него начинается и с него заканчивается. Ужасно холодно. У нас сегодня второй день, мы исправляемся. Мне надо будет мяч. Ничего, у нас команда мощная, мы сделаем эту киноновеллу. Приготовились. Мы отсняли половину фильма, еще ровно половина впереди. И сейчас мы находимся на локации «Дом Айнуры». Танцует мазурку. Сегодня у нас финальный съемочный день. Мы снимаем, как женщины смотрят постановку «Лебединое озеро». Хорошо оставляем. Так, пусть репорт там же стоит. Можешь еще велее поймать, как хотел его убрать. Ну ладно, режиссер. Я рад познакомиться с командой. Мы снимаем мазурку. Давайте, ребята, разобьем. Давай. Здорово, здорово. Девушка, спасибо. Посадим в двое. Такой масштаб. Свет, камера, зрители. Приготовились. Тишина. Начали. Краткометражный фильм «Мазурка». Пусть съемочный процесс пройдет так же гармонично, как сама партия этого третьего действия в «Лебедином озере». Мне понравилось, когда мне предложили эту роль. Это впервые, конечно, да. Я думаю, что я справилась с этим. Была такая здоровская атмосфера, команда профессионалов, которые мне помогали, которые подсказывали, что делать, направляли. И было непринужденно, и действительно здорово. Вот, кстати, да, наверное, отношения между ребятами со съемочной группой. Мне казалось то, что все ребята здесь друг друга знают. Я-то пришел новую. Много народу, не считая нашего. У нас 10 игроков в таком холоде, и мы должны полностью постараться, невзирая ни на что. Слева, слева. Привет, ребята! Привет! Марк, Марк! Марк, что ты делаешь? Где ты идешь? О, я пришел из Украины, из Боссона. Да, ты в Боссон. Я иду, delight, этого. Каман!